а хотите привет привет а хотите вам всем расскажу что произошло потому что у меня уже все у меня уже все кипит внутри мозги шумят болят блин произошло то что я не люблю я не люблю брать машину когда мне пригоняют сдалека вот эту машину пригнали вот я у человека спросил гнилая нет не гнилая хорошая есть там чуть-чуть гнили вот тут спаркнет их за сколько у тут угла порога нет хорошо крепление нормальные дать человек не спуткам не все повреждения я сейчас значит разбираю и все дальше и его я прививаю то есть все дальше я и его офигеваем были сейчас еще придется панель снимать во-первых повесили на меня эту разборку нахер она мне надо повесил вовка на меня этот мотор вовка нахеру мне надо я тебе писал блин разбери машину по максимуму дальше да да тут короче машина живая живая жива видно смотрите это живая жда машина по и это просто той этой ручкой жива я не хочу дальше бить что блин потом офигеем это от этого всего конечно живая конечно там будет коверник ни разу не мокрый класс да вот почему они делать старые корчи сейчас тут попадам кратнику дать так само все будет вовка ни хрена она не живая у меня после этой машины есть три машины в очереди стоят сейчас люди звонят дарят ну что же говорю бмв там неделя полторы блин а я блин запарился уже отвечать что у меня запчастей нету потому что тут четверть женька блин не вырезал еще и не отправил то еще фиг нашел он зажал на стапель и он стою и думаешь что делать ну потяну сейчас лонжеру ну потяну жопу и шоу сейчас это я все за три часа сделаю а дальше что закрывать гараж ехать домой печальный короче автомобиль ни хрена он не живой вот тут в углу я даже бить не буду я буду сейчас там и молоток там останется внутри и так вытяжка лонжерона кто-то говорил что машина крепкая кто-то говорил слабая ну мой вывод дрыщовая дрыщовая я вам руками лонжерон этот могу отталкивать не смотрю как стакан вместе отталкивается поэтому особо ничего не удалил зажим зажал сейчас попробуем вытащить между лонжеронами не должно быть 76 рулетка будем пользоваться без миллиметров и больше 76 72 и 572 и 6 тут тут и немного один два три исполна сантиметра его надо в бок и почти на сантиметр или трубосим его надо вперед вот эта складка она где-то хаванула 8 миллиметров всем привет машина на стапеле машина на стапеле я уже тянуть пытаюсь лонжерон подошел на три с половиной сантиметра сюда и просто сломался в этом месте сейчас длина от отверстия к отверстии уменьшилась на на 7 или 8 миллиметров надо взять его и тянуть на эти три с полу сантиметра потом возможно придется расшить и потянуть немножко вперед хотя тут хотя тут не потяне 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 сейчас поставлю покажу видно надеюсь видно диктует высоту высоте его никуда не ушел но уйдет еще уйдет и лучше вот это на точку на что-то назовем у вас на 3 с половиной сантиметра машина уже переломал выше нормы ай-яй-яй-яй ну ладно хоть прикалу сейчас назад о ведь все 20 33 с половиной сантиметра вытащена так пошевенение ровными по высоте теперь он опустился минут нормально должно быть 76 76 должно быть у нас его видно нет я вам покажу 76 без миллиметра миллиметров не дотянули так стакан вытянул лонжерон расшил хотел стучать но потом понял что не надо ничего там стучать который полный складок сама вырынулась а вторых лонжерон меняет сейчас перекручены очень сильно здесь очень помято возле гаек не надо вылифтовать вся четверть есть зачем мучиться напрягаться поменяем он до этого момента нормальный обрежем как и бродовик здесь будут идти шоу еще как не знаю здесь была самая большая складка небольшая такая неприятная за которую я боялся все ровно стакан даже сейчас перетянуть должно быть 97 здесь 98 сейчас чуть перетянут на сантиметр ну ничего ничего вернется и более вырезаем тянула так красной красной этой гидравликой есть но смотрите как весело хожу вытянул стакан вытянул по сути можно было бы срезать начинать сейчас только вот тут разобраться что туда туда вся бойба вот эта вся полка нырнула под моторный щит он там помяла все опять нанесла тут все так стояла он уже отпущена вытянул я этот момент который казался тут страшным моторный чуть выше все нормально тут короче все готово компутацию есть то есть тут все ничего так он еще назад стягивал потому что он сильно когда стакан тянул сильно ушел сейчас по сути уже складки уже такое огромное нет надо только выбить этот промежуток и все этот кантик если выбить то будем все классно но он еще и перекрученный получается где подрамник идет еще нормально крепится а вот это уже начиная вот где-то с этого момента уже идет и перекрученная то есть сейчас на сантиметра полтора это туда подать вверх придержать по сути лонжерон нужно было бы и оставить не знаю не хочется его оставлять просто возле крепления подрамником и такие складочки есть мелкие противные то есть если сейчас были две двери можно было двери поставить там стойки по подтягивать петли кстати еще не знаю что с этой стойкой может придется накладку все менять и если двери все нормально тогда можно смело вырезать этот бразовик со стакана с лонжероном можно было хорошо лонжерона ставить но тогда весь этот герметик его уже никто так не положит это палево а так будет придет четверик заводским герметиком я надеюсь будут заводской герметик покрасить будет красиво никто не догадается что что-то меняли поэтому надо поменять но нет то что менять значит всего с передней этой четвертью с лонжероном работы нету также я слышал будет новый подрамник этот балк новая потому что это чуть погнутая края муха слышал что будет значит ждем четверть ждем сбалку все с мордой ел от не ничего тут все нормально переходить на задницу но могу я крово примерно плавно ровно отрихтовать хотя она меняет также краем ухо я слышал что задняя панель у нас уже другая будет соответственно а шо мне тут тянуть тогда как ее тянуть аккуратненько не аккуратненько видите не знаю лишнюю работу делать не хочу упал плавный переход а панель менять потому что вот сейчас если пальцем надавлю вот не шпакля будет дырка кончена как бы 30 дня еще и домой рано ехать и бросать ее не вернее делать особо ничего нет ничего не охота давайте попробуем жопой разобраться панель уехала панель уехала дно поломала здесь все сломано видно ждать что сломано вот это кант должен быть ровный ребро ну все у нас поломано давайте че тут сейчас зацепим за крыло прям да потянем тянуть будем или пока фонарь не лопнет или пока крыло не стрельнет или пока зазор палец не будет ну или пока эта штука не зайдет назад она очень вышла панель крыло сломала сейчас попробуем что-то потянуть куда-то кстати 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 я забыл сказать адаптеры и держит отлично автомобиль мне нравится всю класс я умножил он делал все адаптеры держит я правда не пробовал что может уже пора поджать ну пока не поджимал пока держит и с жопкой разобрались чуть но смысле вытянул это зазор никуда не ушел и не должен был панели залезла панель залезла тут все плохо там все разорвано полу гнилое тянул за лонжерон чтобы панель разровнялась и назад и и уехала в сторону удара то есть тут примерно плавно ровно хотя по идее мы панель меняем как я слышал недавно крыло меняем дальше закроем посмотрим но здесь полина складок ушла над нищим половину нет вот на про это складка не ушла потому что надо снять оглушитель и защиту пока не хочу закроем посмотрим тут будет зазор нормальный сейчас панель проваленная туда это пока не не важно зазор вот такой я считаю отличный зазор отличный здесь болен сейчас я сниму вас руки здесь зазор будет должен быть быть вот такой вот сейчас больше нормы в два раза то есть он больше это нам не важно так как мы меняем крыло но могу подать его назад помните когда показал как я подаю такие вещи назад для этого нам надо вот такая резина нести серию жестких ударов вот так вот тогда зазор уйдет как одну рукой неудобно сейчас я нанесу покажу уменьшил чуть зазор хотя он в этом месте все равно большой он тут начал уменьшаться поэтому не надо это все равно срезаем меняем есть зазор есть зазор все классно жопой разобрались даже фонарь подошел все нормально с фонарем единственное что как по мне фартуса кусочка тут не хватает там идет здесь он такой как бы эта линия ни черта не параллельно крышки здесь у нас здесь у нас немного все по-другому происходит тут какой-то в радиус на эту какую-то нет ну я думаю вы догадывает да почему кончик не такой я тоже догадываюсь и так сегодня мордой разобрались практически и вытянул сейчас на просто двери делает стойку чтоб дальше начинает там двигаться нету нету двери задница примерно тоже разобрался по сути нужно крыло срезать панель по моему там будем менять тоже но надо дверь без двери рано все срезать но двери есть лежит на складе вере лежит и капот сюда из полезного поэтому завтра пойду заберу и ну хоть с чем-то буду делать за заднюю четверть уже сейчас будут резать потом она еще идти дня два три будет короче задняя четверть еще дня три не будет значит на передком начинается заниматься но на передок у нас нету ровного подрамника потому что этот подрамник у нас кривой кривой подрамник пойдем делать никто ничего не будет трошки не хватает пыльника на рычагах ну тоже таки это нормально вроде ладно все до завтра сейчас довольно все таки рано часа на этом 4 5 все я шабаш ну его в баню всем пока кстати завтра будем учиться с вами как 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 открутить секретки если они кувалда и зубилом не могут открутиться завтра будем учиться их откручивать